Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся в музее имени Сампилова на выставке «Изобразительное искусство Бурятии. 100 лет». Во-первых, это традиция народного искусства. Следующая – это буддийская традиция. Мы видим танка замечательной современной художницы Любовь Донзанны Дондаковой. Танка – это буддийская икона, написанная на грунтованном холсте минеральными красками. И третья традиция, к которой обращается бурятское профессиональное искусство – это русская реалистическая школа. Надо сказать, что все наши художники имеют профессиональное образование в училищах и вузах страны. Одним из самых важных моментов в народном искусстве является традиция деревянной резьбы по дереву. Мы видим с вами деревянное панно Булата Энкеева. Каждый умелый человек, умелый дархан, умел работать по дереву. И вот эта резьба по дереву, она восходит и к оформлению дацанов. Мы знаем, мы видим, когда там оформляются детали дацанов деревянной резьбой. И здесь у Энкеева вот это само панно, здесь очень четко прослеживаются такие орнаментальные элементы, как бы он включает саму фигуру в орнаментальный такой ракурс. Вот. Еще одна традиция народного искусства, помимо деревянной резьбы по дереву, это металл. Это работа по металлу. И мы здесь видим замечательную работу мастера Пурбоном Сараева. Чеканка вообще, наверное, техника, которая тоже, мы говорим, как бы о дарханских корнях этой техники. И очень многие тогда владели наши мастера этой техникой чеканки. Вот здесь мы видим Пурбоном Сараев, чеканка, где танцующий у лягершин, вот эта музыкальная такая, музыкальная композиция, совершенно невероятно четко по ритму, потому что как бы все фигуры заключены в некое подобие облака, скругленные такие ритмы, и в то же время вот мы видим игру на музыкальных инструментах, и все это композиционно очень выразительно. И вот следующая техника, о которой мы можем сказать традиция народного искусства, это работа в мягких материалах. Перед вами габеллен панно из конского волоса «Байкал». Работа Светланы Петровны Ричидовой. Она восходит, вот эта традиция габеллена из конского волоса, к небольшим таким вот коврикам, которые делались нашими мастерицами и были в юрте, потому что именно конский волос обладает вот такой вот антисептической с какими-то свойствами, да, и в то же время не намокает, отпугивает змей, насекомых и так далее. Но традиция плетения из скромных ковриков таких больших композиций, она, конечно, уже более поздняя, в 80-е годы, и, наверное, одной родоначальницей была Светлана Петровна Ринщинова. Эту инициативу подхватило очень много мастериц, и у нас, мы знаем, замечательный занавес из конского волоса, огромный, в театре бурятской драмы, над которым работало около шести мастериц. Вот я бы хотела остановиться немножечко на работах Андрея Поликарповича Хомякова. Это шамот, глина, сказать, что глина – это вот чисто традиция бурятского искусства, может быть, это не совсем верно, но глина и вообще шамот – это вот такая особая обработка глины – это традиция, наверное, присущая вообще другим традициям. Но как работает Андрей Поликарпович? Посмотрите, мы видим бурятский хор, семейский хор. Насколько великолепна лепка. Вот такие монументальные с одной стороны образы, с другой стороны такое очень деликатное и как бы чуть-чуть с юмором решение. Традиция изготовления сёдел, она была характерна для бурятского народного творчества. Здесь мы обращаем внимание на вот эту чеканку серебром, вот эти элементы орнаментальные. Ну, а я хочу обратить ваше внимание на эту работу, казалось бы, такую не очень большую по размерам, но это работа члена-корреспондента Российской академии художников, заслуженного художника России, Юрия Доныча Мондаганова. И эта техника тоже, не сказать, что характерна для бурятия. Это техника флорентийской мозаики. Это каменная живопись. Перед нами работа Александра Михайловича Миронова под названием «ГСР, стреляющий из лука». Внутреннее ощущение передаёт художник очень верно и точно. Это Лубсан Даржиев. «Саган-обугун». Это работа, которая относится к виду, к такому виду искусств, как бурят-зурак. Это ещё один традиционный вид искусства. Бурят-зурак или бурятский рисунок. Очень яркие контрастные цвета. И всегда чёткая и выразительная линия, которая как бы силуэтно обрамляет всё. Очень много используется элементов орнамента. Может быть, в этой композиции не так явно выражено, но, тем не менее, Саган-обугун как покровитель плодородия и очень связано и с буддийскими культами в том числе. И Саган-обугун является одним из вот тех посредников и участников мистерии ЦАМ, буддийской мистерии ЦАМ, как представитель такого, может быть, земного мира. 1933 год – это год, когда был основан, создан точнее, Союз художников Бурятии. Сампилов – мастер, который запомнился всем и является, наверное, признанным мастером, который невероятно точно изображал как раз животных. Арканчик стремительно несётся по степи, привольный, красивый. Небо занимает в этой композиции практически всё пространство, и облака, и слитность человека с природой, она выразительна. Буханайон работает 1927 года. Вообще тогда очень активно в те годы работал бурятский учёный комитет, который заказал художникам написать сюжеты, которые бы отразили уходящую жизнь, уходящую степную жизнь. И вот по заданию Буручкома Дадуев пишет эту картину, на которой он изображает мифического, тотемного предка булагатов, эхеритов и булагатов, вообще многих бурятских родов, наверное, такой объединяющий тотем – Буханайон. Буханайон, по легенде, обитал именно на берегу Байкала, на Ольхоне, и вот здесь он привёл мальчика булагата, как говорится в легенде, и там этого мальчика и усыновили две шаманки. А потом из Байкала вышли брат и сестра, и братик остался играть булагатом, братика звали эхерит, и вот эхерит и булагат – брата, который вот как бы под покровительством Буханайона. Здесь мы видим работу уже 60-х годов, 69-го года Геннадия Георгиевича Васильева, и эта работа – одна из самых знаменитых. Скульптура из кедра, насколько тепло и очень выразительно создан вот этот образ ребёнка, держащего птичку. Вот вернувшись к 20-м годам, немножечко как бы опять, я обращаю внимание на эту картину Роман Сидорча Мордегеева «Тайлаган». Летний обряд праздников, который сейчас, может быть, носят ещё и другое название, обо, «Тайлаган», который был связан с шаманскими обрядами. Здесь мы видим «Аларскую степь», потому что Роман Сидорч родом с Алари, и вот эта бесконечная красивая такая степь, цветущая, обычно «Тайлаганы» такие летние проводились. И вот здесь мы видим уже перевёрнутые котлы на переднем плане, идёт, уже сжигаются жертвенные подношения. Единение с природой – об этом говорит картина, потому что мы видим, что здесь, вверху, справа, в прорыве облаков мы видим лучи солнца, который как бы всех благословляет вот эту толпу, которая пришла на этот праздник. Эта работа – «Ровесник нашей республики». Эта работа выполнена карандашом, и здесь используется немножечко, видите, цветной карандаш. Но композиционно работа не очень большая, да, но очень много мелких деталей. Её надо смотреть внимательно, вглядываясь в каждую деталь. Сюда мы переходим уже в зал, где представлены работы 40-х, 50-х годов. И здесь я обращаю внимание на ваши наработы вот этого художника Дугар Тудупов. Художник, родом из Агинских степей, он закончил Суриковский художный институт. Точнее, он не закончил. Он не успел защитить диплом, но он ушёл на фронт в 41-м году и погиб под Москвой. Но это невероятно талантливый художник. Сохранилась его переписка с Ринжапом Самбиловичем, Самбиловым. Самбилов ему очень много помогал, советовал. Он был таким вот его как бы учителем духовным, да. И вот мы видим прекрасные балерины, портрет работы Дугара Тудупова. Его называли Дугар Ренуар. Такой импрессионистический прекрасный мазок. Вообще здесь, конечно, ощущение такой чёткой московской школы в живописи. Ну, а перед вами работа Александра Ивановича Тимина, Шургинская бригада, работа 1946 года. Эта работа говорит о знаменитой Шургинской бригаде ветеринар-женщина. И под её руководством вот эта вот бригада женщин, да, во время войны они совершали подвиг, они выколупливали вот семена картофеля и сделали очень много посадок, и выращивали много центнеров картофеля, что было, конечно, большой помощью для фронта. Здесь мы видим пейзажи такие сельскохозяйственные, как я называю, да. Мы видим замечательную Селингинскую степь. Это всё идёт работы такие вот сельскохозяйственные, да. Посмотрите, как масштабно писали художники. Во-первых, очень хороший размер картин, да. Во-вторых, сельский труженик – это как бы герой труда. И вот это прославление сельского жителя, да, прославление через картины, через художественные произведения, это было очень характерно для 40-х, 50-х годов. Здесь мы видим картину того же Александра Ивановича Тимина, концерт землянки. Картина, которая стала, ну, тоже вошла в нашей всех хрестоматии, картина 40-х годов, картина, на которой изображена вот эта знаменитая концертная бригада из наших деятелей культуры и искусства. И глядя на эту картину, мы как бы чувствуем сопричастность вот к этой истории Отечественной войны, когда наши артисты помогали тем, что могли. Ну, и здесь тоже мы видим концерт уже в госпитале, да, и я хочу сказать, что, конечно, прекрасно, что наши художники изображали и запечатлевали те моменты той Великой войны. А сейчас мы проходим с вами в зал, где мы видим продолжение, как бы это уже 60-е, 70-е и частично 80-е годы. И здесь мы хотелось бы остановиться возле этого триптиха, триптих «Прошлое», члена-корреспондента Российской Академии художественного народного, художника России-Бурятии, знаменитого президента первого Всебурятской Ассоциации развития культуры Ташинемы Дугарыча Дугарова. В большом размере, в таком мощном, представлены как бы три полотна. Начинаем мы с преемственности и детства, и мудрость, да, зрелость, труд, где идёт мужчина впереди, и сзади тягловые быки, да, и мудрость старика, который читает книги, написанные на старомонгольском языке, на старомонгольской графике, да. Мы смотрим, как изменялась наша художественная жизнь, и видим работу Будды Сергеевича Садыкова в 60-е годы, «Наша узнаваемая площадь советов». Главным, наверное, на композиции является вот эта знаменитая наша голова Ленина на фоне прекрасного высокого неба. Ну, а сейчас я хочу более подробно остановиться и рассказать об этой серии графических работ, где мы представили иллюстрации к знаменитому эпосу ГСР. У каждого художника своя трактовка ГСРяды. В 40-е годы это было такое, как бы немножечко прямое, такое иллюстрирование, да. Если, допустим, Алоев, это художник уже современный, он как бы по-своему трактует, причём в такой вот технике цветного афорта. Здесь такая немножечко другая цветовая гамма. И жена ГСР, Агу Гархон, которая как бы с ходаком обращается к солнцу. И вот ещё один невероятно выразительный образ из ГСРяды – это вот «Девушки с ведрами» Александра Никитича Сокоровской. Наверное, это, пожалуй, один из классических образов ГСРяды. Хотелось бы сказать о самой, такой одной из самых известных работ того периода, 60-е годы. Это работа Александра Владимировича Казанского. Работа называется «Рыбаки Байкала. Конец 60-х». Это традиция сурового стиля. Суровый стиль в изобразительном искусстве России появился как бы именно в тот период после «Оттепеля» по своим воспоминаниям говорил о том, что… в своих воспоминаниях, точнее. Он говорил о том, что эта работа далась ему не совсем просто. Он очень много ездил, писал с натуры эту бригаду. И были разные моменты, какой вариант выбрать. Но все-таки он выбрал вот этот момент переборки вот этих сетей, такой вот нудной, сосредоточенной работы. Редактор субтитров А.Семкин Мы находимся с вами в зале героев. Это работы художников, наших художников Бурятии, которые посвящены нашим героям войны и героям СВО. И вот в этом зале мы хотели бы рассказать прежде всего о нашем герое Советского Союза Георгии Николаевича Маскалёве, который художник, заслуженный художник России, человек, который очень известный, который работал и директором музея, и возглавлял союз художников, и человек, человек, сам совершивший подвиг во время Великой Отечественной войны. И сам Маскалёв всегда говорил, как сложно писать войну. Вспоминать-то тяжело. А вот писать и именно Георгию Николаевичу Маскалёву удалось передать через композицию, через свет. Вот эти танки, эти снаряды рвущиеся. И вот сам Георгий Николаевич Маскалёв уже портрет Александра Владимировича. Вот мы видим его, такого вот предстающего перед зрителем героя, во всех со своими наградами. «Человек мужественный, взгляд устремлён внутрь, человек-герой». Здесь перед нами портреты, которые делал Салбон Лыгденов, наш современник, режиссёр и художник. Это портреты карандашные, портреты наших героев СВО. И тех, которых уже нет, и те, которые живы. И вот они глядят на нас, такие улыбающиеся, живые. И Салбон пишет их с фотографией. Но, мне кажется, ему удаётся передать вот то, какую-то вот живую человеческую теплоту вот в этих замечательных портретах выставочный проект «Лики братства», который нам предоставил Шулунард. Здесь мы видим портрет Александра Ивановича Тимина, портрет героя Советского Союза Парсоева. Вот это действительно какой мощный герой. Здесь мы представили работы уже художников, ну, скажем так, 80-х, 90-х, 2000-х годов. Здесь мы видим работы Большини Мадаржиева. Такой, как бы, переход, День Победы в городе Улан-Удэ. И это, и с одной стороны, это День Победы где-то примерно, это, наверное, были 70-е, может, 80-е годы. Вот тот период, когда изобразил этот праздник, День Победы со слезами на глазах. То, что удалось передать, конечно, художнику. Здесь мы видим работы Владимира Георгиевича Поспелого. Он сам родом из Новоселингинска. И, мне кажется, ему, как никому, удается передать великолепные виды реки Селинга, его родных мест, долина Селинги, которая сохраняет в себе тайны веков, тайны, когда там сколько-то, за сколько-то тысячелетий проходили различные племена, происходили какие-то битвы, сражения. Этим пейзажем, мне кажется, отражает сам Поспелов. Здесь мы видим на противоположной стене работы уже наших современников, художников. Это работа Александры Дугаровой, это работа Зарикто, Доржиева, «Спящие монахи», и работы Натальи Улзытуевой-Сактоевой. Они наполнены такой созерцательностью, я бы даже сказала, медитативностью. Вот работа называется «Слушающий воду». Даже в самом названии, вот это состояние медитации, какой-то погруженности, такой буддийской медитации передается очень сильно. На фоне окна открытого разворачивается сцена такой забоя скота, и в то же время здесь на переднем плане мы видим саму Аллу Цибикова, саму художницу, перед которой лежит танка, и она делает такие зарисовки с этой танка. То есть мы здесь видим, как Алла Цибикова протягивает вот эту нить преемственности к старой традиции. Конечно, мы хотели бы обратить внимание ваше на работу Даши Намдакова, «Горуда», которая поставлена здесь, в центре этого зала, мифическая птица «Горуда», бронза. Чингиз Батмач – художник родом из Тункинских прекрасных степей, и он очень много пишет «Саянские горы». И здесь, в этой композиции, а у него много таких композиций, он пишет вот одного из персонажей мистерии ЦАМ, мы видим в маске, да, буддистской мистерии ЦАМ, как бы на вершине горы, на фоне заснеженных саянских гор происходит вот эта таинственная мистерия, когда духи, божества и горы – это всё вместе сливается в какую-то единую такую композицию. И поставлен крест, место, где заложен город Верхнеудин, Верхнеудинский острог. Вот здесь и с этого места написана композиция, вот эта вот «Гуда» втекает в реку Селинга, и здесь мы видим силуэт вдали Адигитреевского собора. Хотелось бы, конечно, завершить нашу экскурсию всё-таки нашей природой и пейзажами. Дашиниме дугарчи дугаров – это кони, пасущиеся в степи, и вдали пасущиеся верблюды. Дашиниме дугарчи часто бывал в Монголии, и вот эти вот контрастные цвета как раз-таки характерны именно для Монголии, когда вечереющая степь, вечереющая гоби дают вот этот контраст. Субтитры создавал DimaTorzok